Почему выбрал океаналогию? Просто было наслышано, что проходят всякие практики. То есть интересно именно не сидеть в кабинете, что эта лаборатория именно в поле работает. Самое привлекательное, мне кажется, путешествия различные, различные места увидеть новые, которые никогда не видел никто. Сегодня ученые Института наук и землейского БГУ покоряют Антарктиду. Отмотаем почти на 100 лет назад, они обосновывают схему круговорота воды в природе. А 1 сентября 1918 года открылся географический институт, который через несколько лет войдет в состав Ленинградского государственного университета. Вековой юбилей институт празднует с большим размахом. За 100 лет он выпустил множество ученых. Среди них географы, гидрологи, геологи, океанологи и климатологи, которые всегда работали вместе для комплексного исследования планеты. Этот институт был предназначен для междисциплинарных исследований. И сейчас мы слышим всюду, что именно междисциплинарные исследования способны в нашей стране обеспечить научный прорыв. Поэтому, по сути, на новом этапе истории, спустя 100 лет, мы возвращаемся к тем же рецептам, которыми пользовались наши выдающиеся предшественники. Поздравить институт наук о земле пришли академики, коллеги из других университетов и представители городской администрации, которые высоко ценят вклад ученых из ППГУ в науку. Поскольку всевозможные полярные исследования, различные атласы и научные труды действительно значимы не только для России, но и для всего мира, то оценить тот вклад, который вы внесли за 100 лет, наверное, это действительно тоже много. Институт наук о земле подарил университету и этот флаг, который молодые ученые меньше года назад подняли на Южном полюсе. В 63-й антарктической экспедиции студенты и преподаватели СППГУ вместе с московскими коллегами исследовали ледяной континент и выясняли, как можно посадить самолет в условиях вечной мезлоты. Антарктида — это континент, который расположен, собственно, далеко. До него надо добираться либо кораблем, либо самолетом. А самолеты садятся на снег, на лед. Для этого нужно их специально готовить. И на самом деле здесь почва для сотрудничества инженеров-авиаконструкторов, географов, океанологов, климатологов. Очень интересная задача. В каждую такую экспедицию отправляют как минимум пять студентов СППГУ. Для них это возможность получить неоценимую практику и посвятить свои курсовые и выпускные работы Антарктиде, месту, где они побывали лично. Алина Боронина написала диплом об исследовании прорывов ледниковых и внутри ледниковых озер. Прорывы озер, они всегда опасны для населения. Их нужно прогнозировать, их нужно моделировать и предсказывать. Экспедиция позади, но исследования студентов продолжаются. Вместе с преподавателями они стараются дальше исследовать антарктическую тематику, чтобы у Института с вековой историей были новые поводы для гордости за своих ученых. Алена Родичева, Денис Сосин, Медиа-центр СПГУ.